Аденоиды являются разросшейся тканью миндалины, защищающей организм от попадания бактерий. Они способны задерживать вредоносных гостей до того момента, пока колонии одноклеточных полностью их не покроют. Это чревато утратой защиты и продвижению заразы вглубь организма, что вызывает хроническое воспаление. Общий анализ крови всегда покажет существование неполадок в системе. Воспаленные аденоиды затрудняют дыхание через нос, а постоянное длительное давление воздуха на язык и щеки способствует изменению формы верхней челюсти. Возникают трудности при пережавывании и глотании пищи. Бывают случаи, когда медикаментозное лечение не приносит желаемых результатов. Тогда врачом рассматривается возможность удаления аденоидов. Процедуру проводят по показаниям. Частое возникновение атитов – 3-4 раза в год и боли – хронический ренит при воспаленных аденоидах. Атит продолжительностью более 3 месяцев при прогрессирующем ухудшением слуха, проблемы с дыханием в ночное время, деформация челюсти и расположение зубов. Операция по удалению увеличенной ткани проводится под контролем специальной видеокамеры. Обычно прогноз благоприятный – выздоровление наступает быстро и не несет осложнений. У малышей до 3 лет иногда возникает небольшое воспаление, которое полностью излечивается правильно подобранной лекарственной терапией. После операции значительно снижается вероятность ОРВИ, значительно реже возникают атиты и надолго можно избавиться от насморка. Однако аденатомию нельзя ставить как единственное средство борьбы со столь распространенными заболеваниями. Это не панацея, а лишь необходимость. Решение об операции не должно быть спонтанным. Врач принимает во внимание все нюансы, тщательно изучает историю болезни любого пациента. Во внимание принимается наличие бронхиальной астмы. Исследователи сделали вывод, что в некоторых случаях операция способствует наступлению более редких приступов удушья. С особой осторожностью нужно рассматривать лечение детей младшего возраста, организм которых еще претерпевает большие нагрузки в своем развитии.